здравствуйте друзья пользуясь тем что еще не поздно вот добрый вечер но еще не поздно еще достаточно светло давайте тут откроем тоже и я думаю что я буду прятать свой светлый образ правильно поговорим интересная штука произошла вчера палата представителей приняла закон но она еще не не до конца приняла дать чтобы этот закон стал реально законом значит его еще в сенате должны принять и потом там может быть согласование какое-то будет между палатами если версии будут расходиться потом президент должен подписать чтобы стало законом во всяком случае вот палата представителей приняла интересный закон как бы на своем уровне причем они давно это делали они пытались к этому подобраться но вот как бы расклад внешний из вне палаты представителей не позволял им дальше пойти но наконец вот у них такая обстановка что уже в двух палатах большинство республиканские президент республиканец можно можно из этого что-то сделать можно реальный закон сделать над если пойдет о чем речь в соединенных штатах есть такая вещь как сверхурочная и есть такая вещь как полуторная оплата сверхурочных ну не всем подряд ну скажем так есть категории работников которым не положено особенно тем кто поприличнее зарабатывает но в общем и в целом если ты работал больше там 8 часов тебе платят 150 процентов на то есть так полторы ставки часовых за переработку и надо сказать что людей которые зависят от переработки много есть много людей небогатых которые специально когда работу выбирают они берут такую где есть переработка прошли зависит от этих денег то есть к чему я клоню способность зарабатывать сверхурочные очень важна для многих семей которые с трудом сводят концы с концами они рассчитывают на эти деньги тогда так вот законопроект состоит вот же работодатель получает право либо заплатить человеку полторы ставки это на усмотрение работодателя это он выбирает как поступить либо дать работнику отгулов за это время то есть чтобы он мог пойти реально отгулять но и отгулы эти тоже работник не возьмет тогда когда ему ну вот нужны эти отгулы а тогда когда нужны предприятия позволят работодателям сказать ему иди-ка ты вот погуляй свои отгулы и вот как бы так получается безусловно отношение между работодателем и работником регулируется не только вот законами всякими но в частности соотношением как бы спроса и предложения на рынке например в соединенных штатах нет закона который заставляет работодателя давать человеку оплаченный отпуск вот закона такого нет но практика такая есть потому что если вы не будете давать человеку оплаченный отпуск ну ну сколько-то ну там две недели допустим да а может быть это неделю дают я не знаю если вы не будете давать оплаченный отпуск вы тем самым останетесь без желающих у вас работать в условиях когда все вокруг предлагают оплачены и там еще есть больничные там оплаченные три дня в неделю там для личных нужд там personal days там еще три оплаченных там таких и сяких в общем набирается поэтому рынок как бы это тоже регулирует но во всяком случае сегодня законодательно если я переработал я в этой категории нахожусь значит я переработал сегодня мне заплатить то есть я может быть тоже имею право там сказать работать работодатель знаете я деньгами не возьму я потом отработают но это сегодня мое право вот такая интересная фишка то есть в некотором смысле я в этом вижу какой-то наезд на право пролетариата такого не не сильно зарабатывающего и вот причем именно не сильно зарабатывающий пролетариат это и есть контингент как бы республиканской партии это не имеет отношения к трампу я хочу сказать что до трампа без трампа вместе с трампом они они давно это хотели сделать точно так же как они до трампа хотели пять раз пять раз палата представителей голосовала за законопроект об отмене лотереи green card это было до 2013 года когда они там вот уже делали эту совместную реформу с демократами которая в итоге не пошла вот до этого они настоятельно 5 5 раз подряд они голосовали там чуть ли не не раз год они вот возвращались к этой теме и голосовали я не знаю там зачем зная что она все равно не пройдет но все равно голосовали и это не связано было конкретно там с обамой там или с трампом или с кем-то еще но вот здесь вот такая фишечка хотел вам рассказать как-то мне это как-то странно вот получается так вот ты голосуешь там за кого-то да и он говорит что хочет бороться там ну я не знаю с монополиями с корпорациями с клановыми интересами с групповыми интересами и так далее там чтобы простом человеку как бы ну жизнь дать посвободнее и вдруг раз вот так и в обратную сторону поворачивается в более широком смысле я хочу сказать что думая над всеми этими делами а у нас сейчас много поводов задуматься я прихожу к выводу такому субъективному что люди которые там голосуют или там на баррикады идут жизнь кладут за что-то и даже те люди которые ведут на баррикады и которые свои там платформы выборные там предлагают и казалось бы они то всем и рулят вот это же они рулят вот я хочу сказать что в итоге получается все очень относительно то есть вот ты идешь на баррикаду против них оказывается что сам против себя же и идешь вот допустим в семнадцатом да смотри что произошло как интересно хотели землицы своей давайте и чем кончилось там гулагом как-то так все так вот и правящие тоже вот этих тех кто сверху стоят они они тоже на самом деле по-настоящему не правят они так вроде вот как горбачёв помните да как горбачёв там с тормоза снял он думал что он управляет а он то просто с тормоза снял она дальше понеслось без него и его тоже помяла там всех всем досталось поэтому опасно понимаете опасно трогать есть такая песня я к сожалению не помню там всех слов по моему галича песня я я не уверен точно в молодости слышал о том что вот там декабристы разбудили герцена герцена там еще чего-то потом вот в общем пришли к тому что пришли и кончается она словами ах декабристы не будите герцена нельзя в россии никого будить так вот я хочу сказать что это не только к россии относится вообще нигде никого будить не надо потому что она вот это все проснется и потом такое начнется и и скажется нифига себе вот так попросту нифига себе вот такие мысли в связи с законопроектом принятым палатой представителей счастливо